Всем привет! У нас на столе Alcatel OneTouch 992D. До этого на обзоре был 993D, но несмотря на разницу в индексах, 992D все-таки более интересная модель по характеристикам. Давайте изучим конструкцию, а потом затронем программное обеспечение. Он у нас в белом цвете, существует еще черный вариант и черный с красным. В нашем случае пластик глянцевый и мне кажется в таком цветовом решении телефончик больше подходит девушкам. Он скользкий, может выскальзывать из руки без проблем, несмотря на то, что здесь присутствуют ребра такие. Отпечатки пальцев не остаются, царапины удачно скрываются. Вес составляет 143 грамма, но при этом он не оттягивает карман и не ощущается каким-то таким тяжелым предметом. Спереди у него разговорный динамик, фронтальная камера 0,3 мегапикселя, здесь светодиод спрятан, есть датчики освещенности и расстояния, диагональ экрана составляет 4 дюйма, разрешение 800 на 480 точек, экран TFT LCD, 233 ppi. Закрыто все это дело, судя по всему, пластиком, хотя может быть и стекло, я пытался царапать, но ничего не вышло у меня. По поведению и на ощупь, мне кажется, все-таки это пластик, но, наверное, качественный. Внизу три сенсорные клавиши, назад, домой и экран открытых приложений. Так, давайте что-нибудь откроем, закроем. Вот так вот. Если мы хотим зайти в подменю какое-нибудь, то удерживаем эту кнопку. Вот так вот появляется. Могу сказать, что почему-то иногда нажимается как будто бы две клавиши, либо происходит как будто бы много нажатий. Если нажимать прямо точно сюда, то все корректно происходит, а если как-то вот так вот палец поставить, то вы можете слышать, что телефон вибрирует и производится много нажатий. Не знаю, с чем это связано, может быть у нас какой-то такой очень странный образец. Надо как бы палец ставить чуть ниже. Но вопрос восприятия привычки. Мне такое решение кажется несколько необдуманным, потому что пользователи вообще чаще заходят в меню, чем открывают запущенные приложения, открывают список запущенных приложений. И это такое же излишество, вот эта вот клавиша, как и клавиша поиска, выделенная на корпусе. Ну много ли вообще, часто ли мы заходим в поиск прямо вот с хардварных кнопок. Куда чаще мы открываем какие-нибудь различные меню. Ну ладно, на левом торце у нас отсек с microUSB. Дверца выглядит очень хлипко, и на самом деле такое ощущение возникает, что она вот-вот и отвалится. Мне кажется, спустя несколько недель использования активного открытия-закрытия, так оно, наверное, и произойдет. Вот она уже чуть-чуть задеваешь, и она пытается приоткрыться. Можно было бы, наверное, этот порт вынести куда-нибудь на торец, не закрывая никакими дверками. Внизу микрофончик вот здесь, справа у нас качелька громкости. Легко нащупать ее. Наверху 3,5 мм для наушников и клавиши питания. Клавиши питания тоже удачные, удобные. Слегка выступает. И легко нащупать ее. Сзади логотип Alcatel. Вот эта штуковина, она металлическая. Громкоговоритель с стильной решеточкой. Камера 5 мегапикселей с автофокусом, со вспышкой и функцией записи HD Video. Видео записывается со стабилизацией и без стабилизаций. Есть следящий автофокус. Я рекомендую записывать видео без стабилизаций. Оно получается более стабильным. Менее почему-то трясется. Ну, не знаю, зачем вообще стабилизацию сюда сделали. Потому что модуль не из самых качественных. Никакой оптической стабилизации, конечно, речь не идет. Здесь просто электронная стабилизация. Логотип SRS указывает нам на то, что здесь есть технология обработки звука специальная. Дополнительный микрофон. Я вот говорил, что отпечатки на корпусе не остаются. Зато малейшая пыль сразу же бросается в глаза. Давайте заглянем под крышку. Крышку снять без посторонних предметов очень сложно. Сломайте себе ногти. Поэтому, если открываете, открывайте с помощью каких-нибудь предметов. Например, вот сим-карта. Просто идем по периметру. И защелкиваем. Убираем. Здесь у нас батарейка емкостью 1500 мАч. Два слота SIM. SIM-1 он 2G и 3G поддерживает. SIM-2 только 2G. Слот под карту памяти. В комплекте карточки памяти нет. Вообще на комплектацию можете посмотреть в отдельном видео распаковке. Также батарейка очень трудно вынимается. Ногтем подцепить практически нереально. Тоже боишься, что вот сломаешь что-нибудь себе. Пользуйтесь посторонними предметами. Крышка сидит надежно. Телефон вообще монолитный. Не скрипит, не лифтит. Зашли в настройки. Давайте посмотрим теперь. Версия Android. 4.04 Ice Cream Sandwich. Стоковый интерфейс. То есть, можем оставить такой. Многим такая голая оболочка очень нравится. Либо поставить какой-нибудь лаунчер. Давай выдвигайся. Меню уведомлений. Соответственно, уведомления здесь. Об обновлениях. Какие-то упоминания о социальных сетях и прочее. Различные переключатели по экрану, по беспроводным сетям. По звуку. Можем отсюда же перейти в настройки. Здесь есть управление SIM-меню. Где мы присваиваем SIM-картам имена и цвета. Указываем SIM-ку по умолчанию для осуществления каких-либо действий. Например, голосовой вызов. Спрашивает всегда либо какую-то отдельную SIM-карту. Вот сейчас стоит, что SMS с SIM-1. А звонки идут. Спрашивает всегда. Можно и выбрать передачу данных. Но телефон подключен к Wi-Fi. Поэтому тратить деньги не будем на мобильный интернет. Как сделана двухсимочность? Заходим в звонковую часть. Звоним. И телефончик предлагает, с какой SIM-карты это сделает. То есть у меня в опциях стоит, что телефон всегда спрашивает. Давайте посмотрим теперь на SMS. Брать галочку. Стоит у нас по умолчанию, да. Beeline 1. SIM-карта 1. Если мы хотим отправить с другой SIM-карты, то выбираем SIM-2. Если мы сейчас просто напишем сообщение и отправим, то отправка будет в Beeline 1. То есть SIM-1. Давайте еще в настройках посмотрим, что здесь есть интересного. В общем-то все стандартно, но здесь есть такой пункт, как время включения-выключения. То есть мы можем выбрать, когда телефон будет включаться и включаться. Спецвозможности. Стоит галочка сейчас ориентации. То есть телефон может менять ориентацию на рабочих столах, в меню приложений. Эта же галочка позволяет поворачивать экран в браузере при просмотре изображений. Давайте посмотрим что-нибудь. Камера. Вот так вот. Ну, либо вот так. Либо вот так. Лично меня немного раздражает, что телефон то и дело поворачивается на рабочих столах, потому что я привык, что смартфоны, они всегда вертикальная ориентация. Мне кажется, подавляющее большинство пользователей пользуются смартфонами именно вот так, а не вот так. Но аппарат то и дело поворачивается. Я было подумал, что если мы уберем здесь галочку в спецвозможностях, то телефон перестанет поворачиваться на рабочих столах, но все-таки ориентация будет работать, например, в галерее, в браузере и так далее. На самом деле нет, датчик вообще отключается. Мне кажется, это не совсем правильно. И стоило бы заблокировать возможность поворота рабочих столов как-то отдельно, не привязывая вообще к датчику. Еще здесь есть пункт быстрой загрузки. Если галочка стоит, то телефончик уходит в режим гибернации, когда мы его выключаем, и достаточно быстро просыпается. Не знаю, зачем это нужно, потому что, мне кажется, что оперативная память и вообще программное обеспечение при такой перезагрузке не избавится от каких-то багов, либо глюков. Ну, у андроида частенько этим болеет, и помогает обычно перезагрузка полная. Но в данном случае я боюсь, что это не поможет. Поэтому и галочку тоже не вижу смысла сюда ставить. Есть здесь обновление системы, по воздуху работает. Я когда получил телефон на тест, телефон сразу же предложил мне установить новое программное обеспечение. Это очень радует, вообще люблю, когда приходят апдейты на телефоны. У нас здесь небольшая опечатка, галерея обоев, хотя здесь галерея с одной буквой L. Несколько живых обоев есть, можно даже поставить какие-нибудь и посмотреть, как это сказывается на производительности. Под капотом, если можно так сказать, у нас здесь двухъядерный процессор MT6577, китайский процессор, 1 ГГц, графика PowerVR SGX531, 512 МБ оперативной памяти, и 4 ГБ внутренней памяти. Из 4 ГБ, сколько у нас там доступно, давайте посмотрим. SD-карты, память телефона. Видимо, 1,37 ГБ доступно из 4 ГБ всего. Или как-то непонятно, что здесь 1 ГБ. В общем, кое-что записать все-таки можно на внутренней памяти. Но рекомендуется использовать довесок еще и microSD. Живые обои как-то не особо, я вот вижу, что сказались на производительности, экраны по-прежнему плавно прокручиваются. Давайте так и оставим. Оп. Обои, управление приложениями, настройки. Если мы хотим создать папку, то нужно взять один герлычок и перенести его на второй. И они как бы наложатся друг на друга, очень прикольно смотрятся. У меня здесь вот игрушки так сделаны. Зайдем в меню приложений. Программа компания установила очень и очень много. К счастью, промахнулся я. К счастью, многие из них можно удалять. Например, программа RingDroid. Мы можем ее удалить. Фонарь. Фонарь вот не удаляется. Что-то у нас еще есть. Экономия батареи удалится? Нет. Она тоже не удаляется. Ладно, еще попробуем. Файл менеджер. Он тоже не удаляется. Да что ж такое, мне не везет. Вот обои, они точно должны удалиться. Да, удаляется программка эта. И напоследок давайте еще какую-нибудь программу. Так, программа, например. Pinball. Вот предустановленная игра. Ее можно удалить. Что-то удаляется, что-то нет. Но, думаю, пользователи, которым не хочется лазить в маркете, искать какие-либо приложения, от этого выиграли. Как и пользователи, которым не нравятся всякие предустановленные приложения. То есть, многие из них можно удалить. Давайте пройдемся по некоторым. Затрагивать все приложения, которые поставлены сюда производителем, я не буду. Займет слишком много времени. Но расскажу о них в текстовом обзоре, который будет выложен на сайте. Сайт mobiltelephone.ru Дисплей поддерживает два мультитач-нажатия. Но я встретился с такой проблемой, что иногда мультитач работает некорректно. Ну вот, например, сейчас тоже наглядно показываю проблему, что не могу изменить масштаб. Какое-то выделение происходит просто. Перезагрузка помогает, но опять проблема появляется. Не знаю, с чем это связано. Руки у меня вроде нормальные. Попробуем другой браузер. Может быть, это проблема в браузере. Хотя сомневаюсь. Здесь сайт как-то коряво отображается. Ну ладно. Тоже какая-то ерунда с мультитачем. Зато сам браузер достаточно быстрый. Два музыкальных плеера. Это Play Music. Этот плеер, он идет стандартным на Android-устройствах. Такой вот интерфейс. Свайпы у нас пролистывают исполнители, альбомы, треки. Облушки поддерживаются, конечно же. Давайте, чтобы не нарушать лицензионные права нищие, включим нашу группу, в которой играет автор наш один. Можете слышать, что динамик хорошо здесь сконструирован. Он не перекрывается, когда лежит на спине. Сам телефончик мне не кажется очень громким. Несмотря на наличие технологии SRS, она активна. Чуть позже покажу. В этом плеере есть такой эквалайзер. Такого вот плана. Но вы, наверное, заметили, что в плеере есть баг, когда пропадает обложка. Вот опять появился. Посмотрим на другой плеер. Называется он «Музыка». Также имеется проблема с кодировкой кириллица. Как-то криво отображается. Мне в интернете советовали, что нужно как-то переделывать в другую кодировку теги. Но я считаю это излишеством, потому что это проблема производителя. Они должны позаботиться о том, чтобы все кодировки отображались корректно. Потому что в одном телефоне эти же треки хорошо показываются, правильно, а в другом телефоне проблема. То есть Samsung, например, тоже страдает этим. Ну вот такой вот интерфейс у него. Вот технология. Мне кажется, процентов на 50 делает громче телефон. Но есть один такой нюанс, что с технологией SRS звучание получается таким же, как у конкурентов, у которых этой технологии нет. То есть без нее он звучит намного тише, чем конкуренты, а с ней звучит как конкуренты. Возможно, просто какой-то маркетинг. Звуковые эффекты SRS здесь присутствуют. Если мне память не изменяет, то когда подключены наушники, появляются еще дополнительные опции какие-то. Но надо отдать должное этой технологии. С ней в наушниках звук получается очень качественным, громким, сочным. Есть даже небольшой запасу по громкости в наушниках. Наверное, технология все-таки работает. Как плеер телефончик можно вполне себе использовать. Так, давайте посмотрим еще. Проклятый датчик. Видеоплеер. Хочется тоже показать. Файлы представлены в виде такого большого списка. Можно зайти в видео еще через галерею. Здесь у нас всякие скриншоты, фотографии и прочее. Вот видео. Ну давайте сделаем правильно, через видеоплеер. Где он тут? Видеопроигрыватель. Способен телефончик воспроизводить видео в разрешении HD. Тоже SRS здесь присутствует. Вот максимальная громкость, но ничего не слышно. А с SRS уже слышно. Интерфейсик простенький. Способность поделиться тоже. Телефон обладает способностью этой. Full HD тоже можно запустить через сторонние плееры, но тогда он будет тормозить. Например, MX Player я загрузил из Play Market. И вот клип в разрешении Full HD. вон тормоза. Давайте зайдем в галерею и посмотрим на кое-что интересное, а именно на скриншоты. Много скриншотов я сделал и хочу показать график разряда. Вот так он продержался под нагрузкой при воспроизведении HD-видео с максимальной яркостью экрана со всеми включенными беспроводными модулями. Сам производитель заявляет до 13 часов в режиме разговора, до 410 часов в режиме ожидания. Под средней нагрузкой телефончик способен продержаться наверное сутки полутора соток. Если не пользоваться мультимедиа приложениями, то можно наверное и 2-3 суток из него вытянуть. Если еще и параллельно пользоваться программами по сохранению энергии. Позже я о них поговорю. Результаты в бенчмарках. Antutu версии 2.9.4 5674 балла. Два мультитач нажатия. Вот proof. Так, это квадрант у нас 2785. Velama тест HTML5 1112. Velama тест железа 357 баллов. NINOMARK 1 44.1 FPS. Вот мультитач опять какой-то корявый. NINOMARK 2 23.3 FPS. И еще я сделал тест в Antutu версии 3. Он обновился не так давно. И результат там другой совсем. Так, где, где, где. Что-то найти не могу. Так, так, так. Вот. Два раза я прогнал его. 6511 в одном случае, в другом 6478. Результат вырос за счет того, что появился там дополнительный тест на 3D-графику. Не думайте, что телефончик внезапно стал у вас быстрее. Так. еще я обещал показать приложение по энергосбережению. Это экономия батареи. Вот так вот показывается примерно оставшееся время работы под разной нагрузкой. Звонки, сеть, чтение, музыка. Музыка всего 5 часов, что-то не верится мне. При том, что чтение 7 часов. В общем, не верьте этим числам, этим цифрам. Режимы есть, например, общий. Вот что у нас здесь происходит. Отключается что-то там, что-то продолжает работать. Настройки есть, когда включается, собственно, функция. По времени может работать, например, с 10 часов вечера до 6 утра. Либо по остаточному зарету. Осталось 30% и активируется режим. Давайте выйдем отсюда. Вторая программа, которая позволяет сохранять заряд, называется программа. Тоже какая-то ошибка локализации, наверное. На самом деле это Sweet Dreams. Вот мы можем прочесть описание и инструмент, который, наконец-то, позволит вам уснуть. Бла-бла-бла. Но можно использовать его и для сохранения энергии. То есть не только для хорошего сна. Продолжить. И что может он? Параметры спящего режима. Видимо, ворочаемся и... Так вот, по звуку ворочаемся и телефончик это как-то определяет. И что-то меняет здесь. По движению. Я не знаю, это, наверное, на кровать надо как-то ложить либо под подушку. По местоположению могут активироваться различные фильтры. То есть что-то отключаться, выключаться в зависимости от того, где вы находитесь. На самом деле, не знаю, насколько точно все это работает, я не пробовал. Но, мне кажется, гораздо надежнее будет именно вот эта вот программа экономия батареи, которая позволяет активировать режим по заряду, по времени. то есть как-то более здесь все будет точнее и как-то проворнее. Так, я сейчас уберу живые обои и перейду к игрушкам. Надо обязательно показать, как телефончик справляется с игровыми приложениями. Начнем с Dead Trigger. Сейчас обратите внимание на углы обзора. Они не очень хорошие. Особенно это критично для гоночек каких-либо, то есть которые управляются акселерометром. Так мы делаем и уже ничего не видим. Графика у нас здесь стоит на high. Загрузка долгая. Здесь всего 512 мегабайт оперативки. Это сейчас очень сильно сказывается. Вообще по железу Alcatel 992 очень близок к последним флайям. Это IQ 440, 441, 442. Особенно похож он на Fly Miracle, которая 42-я моделька. По цене они близки достаточно друг к другу. Вот. Так, что здесь? Еще экран почему-то мне не дает поворачивать. Хотя здесь уже нормально. Или нет? Следующая игра Собой серф. Не самых ресурсоемких приложений. Игрушка эта тем не менее один из самых интересных представителей жанра бежать вперед собирать ништяки. Сейчас будет реклама, не пугайтесь. Поймали нас. И третья игрушка это будет Need for Speed Most Wanted. Need for Speed. Одна из самых интересных гоночек в плей-маркете на сегодняшний день. Сразу скажу, что графика здесь хорошая получается на данном устройстве. Версия вообще лицензионная, загруженная с плей-маркета. Но есть проблемы с музыкой. То есть звук заикается. Вот сейчас можете уже слышать это. Возможно можно загрузить какую-то другую версию пиратскую, где настройки стоят не какие-то такие вот максимальные или какие-то высокие, я не знаю. Эффекты есть, а графика послабее, тогда может быть со звуком все будет в порядке. Такая же ерунда была у Alcatel, не Alcatel, а у Flyve, которая серия Q440 возможно какая-то здесь проблема с чипсетом, с оптимизацией под чипсет Mediatek. Они тоже на том же процессоре построены и такая же проблема. То есть наверное связь какая-то в этом еще есть. Геймплей сам по себе нормальный, ничего здесь не тормозит, но звук кривой. Вот так вот. И вот пресловутые углы обзора. Ладно, выйдем. Значит, заново как выйти Тассу. Выйти меню нельзя, то есть надо обучающим миссию это пройти до конца. Оставлю как есть. В телефоне еще есть две клавиатуры. Так, зайдем языковод. Вот клавиатура TouchPL и стандартная клавиатура с Android. При этом TouchPL удалить нельзя. Так, где TouchPL? Ну, где, где, где? TouchPL. Вот, нельзя удалить информацию о приложении. Посмотрим на клавиатуры эти. Это стандартная. Бла-бла-бла. Клавиатуры. Как поумолчанию это сменить. Вот, TouchPL. Хорошие клавиатуры. есть метод ввода swipe. То есть, что-нибудь пишем, точнее, ведем пальцем и вводится. Привет. Хотя нет, у меня крик криво шло. По искр. Привет. Прогнозирование выключено таким вот образом. Настройки. И напоследок покажу интерфейс камеры. Всякие режимы. Есть HDR, режим вспышки, баланс белого, цветовые эффекты, режим съемки, собственно, настройки. Резкость высокая, остальное все. норм стоит, размер фото 5 мегапикселей, максимальное разрешение. Переход на видеосъемку. Видео набор настройок схожий. Вспышка, баланс, цветовые эффекты, эффекты, можно издеваться над друзьями, замедление. Что-то я пробовал снимать с замедлением, но получается какая-то ерунда. Телефон все-таки не очень мощный, баловаться с фотовозможностями, с видеовозможностями здесь бессмысленно. Качество видео хорошее, это значит HD. Высокие это не HD. Из телефона в телефон идет ошибка. Стабилизация, включено, выключено, экспозиция и прочее. Поставили запись видео, мы и можно фотографировать во время записи видео. Фотографировать что-нибудь, например, вот сим-карта. Можно ее сфотать и потом посмотреть. Вот мы сняли ее. Еще хочу показать такой нюанс. Вот это вот металлической штуки. я не знаю алюминия это или что, но ободок, который вокруг камеры, он оставляет следы. Вот можно даже им писать. Мне кажется, это не очень хорошо, потому что если вы положите телефон рядом с документами, каким-нибудь сумку закинете, то он оставит там такие вот нехорошие разводы. можно установленных приложений. Гулый Android это тоже большой плюс. Двухсемочность. Время работы не его конек, зато его конек это привлекательный дизайн. Мне он внешне очень нравится. Не знаю, как в черном цвете выглядит, но в белом эффектно. И, наверное, имеет смысл посмотреть в магазине, как смотрится черный, особенно черный с красным. На картинках он тоже достаточно симпатичный. Спасибо за внимание, комментируйте, подписывайтесь и до свидания.